www.vixnews.lv Мультимедийный информационный портал Добрый день! Здравствуйте! В эфире радиостанция «Балком» программа «Раз в неделю» самая разговорно-посновательная программа по крайней мере в этот день Да, сегодня будем многое познавать, надеемся мы И традиционно приглашаем мы на нашу передачу наших современников, искренне увлеченных своим делом А наши современники, которые нас слушают могут позвонить нам по телефону 67-212-93-9 И 67-213-93-9 А также пишите нам, пожалуйста в окошко видеочата на портале Mixnews.lv в трансляции «Радио Балком» Михаил Кулупин же! Михаил! И гость наш Прекрасный, полезный, харизматичный Масса вопросов к нему Всякой разности степени Сезонных, да, в общем необходим нам был давно визит этого гостя И он, наконец, к нам пришел Знаменитый орнитолог Музея природы Дмитрий Бойко В гости Здравствуйте! Здравствуйте! А я думала, вдруг орнитологи приветствуют друг друга Каким-нибудь специальным приветствием Так узнают орнитологи специалисты по отдельным видам птиц Нету ничего такого Они этим грекам и птицам друга приветствуют Знаете, как же, охотники эти, манки на уток Есть какие-то эти изображающие Есть, есть даже орнитологи, которые могут с помощью своего голоса Ну, так сказать, других птичек Помучить Потому что они как будто поют Да, и тогда птички на это реагируют Особенно весной И что, они реально верят, что это вот их запременницы? Да, летают вокруг и не могут поверить своим глазам Птицу можно так обмануть, да? Можно То есть они как бы верят слуху, а не голосам, получается? Они верят сначала слуху, но потом посмотрят, что что-то не то и влетают Так что все это возможно И весной очень хорошо можно разнить, назовем это так Случалось ли вам в жизни изображать какую-либо птицу? И можете ли вы хоть крупицу этого таланта продемонстрировать? Ну, единственное, ворону, но кричать не хочется Вороним таким голосом Нет, такого таланта у меня нет А колоссов со соловьев Ну, это очень сложно соловьев У меня была такая свистурка, вот туда воды дополняешь Соловьев-то фамилия И она как плещет и как булька, и ты как будто соловей О, кстати, да, такие крутые были Вот я там, напротив, свалка на свалке Я всегда соловьи любил, что по ночам петь Вот там такие трели были, да, слушай И вот я буквально там из окна ночи, он на мне отвечал, все Миша дразнил соловья Да, ну, с помощью разных таких приспособлений Устроить можно, но голосом это намного сложнее И вот один мой друг-корнитолог, правда, в Литве живет Вот он замечательно может И даже во время перелета, когда птицы эмигрируют Он вот издает уже, ну, не песни такие И они действительно, видишь, как стайка летит-летит Он издал вот этот вот голос И смотришь, что стайка разворачивается И хоп, садится на курс Он скомандовал на посадку? Да, да То есть, возможно, еще осмысленные какие-то сигналы Не просто голосовую имитацию, да? Конечно, да, да, да Те голоса, которые мы слышим сейчас, это самцы поют Да? Приманивают, привлекают самок Ну, а еще есть различные, ну, скажем так, писки у птиц И во время перелета, и птенцы просят, когда есть То есть, там целая, ну... И вы приблизительно различаете, да? Примерно, да Но всех птиц, конечно, нельзя знать А вот, посмотрите, пришлось столкнуться с тем, что птицы передразнивают сигналы мобильника Я знаю, что некоторые орнитологи это используют А зачем они делают это? Ну, скажем, вот если вы фотограф Так Да, вы вот записали песню какой-то птицы Если вы знаете, что она подлетит Потому что не все птицы будут реагировать Вот такие, нет, вот сигналы обычные Вот мобильники Птицы передразнивают А, музыкальный как бы И вот они так летают, и кажется, что мобильник звонит А эта птица точно таким же голосом по кустам поется А птица воспроизводят понравившиеся ей мелодии некоторые? Да, вот в Латвии самая такая характерная птица Это скворец, кстати Я про нее и думаю Да, вот скворцы, они Ну, мобильный телефон я не слышал Но вот, скажем, звуки мимо проезжающих машин, лягушек Это да, даже человеческую речь слышал Сначала не понял, поскольку, ну, кто там на дереве будет разговаривать Но выяснилось, да, сидит скворец самец и поет А мы, короче, мобильник начали передразнивать Вот, значит Да-да-ра-да-да-да-да-да-да-да-да Слушайте, а пересмешник это скворец же есть? Или это другая? Это другая птица будет Есть еще, да? Да, потому что в Латвии всего 357 видов птиц Так что это очень много Их прибывает постоянно, мы волнуемся А ему стоит даже кто 357-й Да, знаменитый, расскажите, Мишенька Я сначала 358-й Я расскажу, когда на колке поймали, значит, западного соловья Сообщили по Латвии спутни, что это и есть 357-я Обнаруженная в Латвии порода пернатых А получается, что и после него уже обнаружили Да, но надо сказать, что там ошибка Потому что я сегодня проверил 357 Да, пересчет был у меня 357 357-й вместе с этим, как с вашим любимым Ходульник Ходулочник Ходулочник, да Ходулочник Ходулочник А вот, значит, вот 357 их И что же, их с самого начала? В смысле, да А позвольте, может быть, Михаил, давайте подвесим интригу с этим вопросом Примем звонок, нам активно звонит Слушайте, а вдруг он умеет пародировать птиц Давайте Мало ли Здравствуйте Вопрос такой Вот у меня скворец долго зазывал, да Я ему домик сделал Подружку Нашел Ну вот Совсем недавно Увидели у своей кошки в зубах скворца Я боюсь, что это нас Потому что как бы их сейчас Возле будки нет Вот скажите Как вообще будущее у птиц складывается Если одного из парочки кошка или еще кто-то съедает Бедно, Андрей, мам, сочувствуем Держитесь А вот со скворцами конкретно как? Я бы сказал, 50 на 50 Слова быть и однолюбой Да, в принципе, вот выкармливание птенцов Это, ну, довольно-таки, ну, проблематичное занятие Поскольку у скворцов может быть аж до 9 птенцов Но если вдвоем они с раннего утра до позднего вечера Работают, работают, кормят Вы сейчас сердце Андрею просто разбиваете, разбиваете Лучше подготовить сразу Чем надежды какие-то подавать И, в принципе, может быть Если там уже птенцы И, может, если там яйца были И съели самку, когда она улетела кормиться Тогда уже все А помочь никак он не может, Андрей, да? В такой ситуации? Нет, нет, нет Вот это самая распространенная ошибка Что люди берут очень часто птенцов Птиц Да И пробуют выкармливать Но надо понять, что это надо делать с 4 утра И до 10 вечера То есть пока вот световой день Да, да, да И это не так, что раз в полчаса Или раз в час мы вот ему там, ну, не знаю Червячка или мушку дали И все, мы о нем забыли Нет, родители кормят практически там Буквально каждые 5-10 минут Так что это Не, не, не А мне не забирают птенцов, но теоретически Какую-то там еды им поднести Нет, нет, нет Потому что они сами улетают, родители ищут Да, насекомыми, да Насекомых, червей, да Личинок различных И тогда уже приносят Так что Я думаю, в лучшем случае Если это такой Ну, очень заботливый Ну, самец, предположим Или самка То все выживут Вот Вариант похуже Выживет лишь часть выводка Потому что он физически не сможет всех выкормить А новую семью создать Он уже не успеет, да Со старыми Только в следующем году Ага Ну, и самый плохой вариант Что, ну, выводок погибнет Но это самый плохой Я за средний вариант Будем верить лучше Мы тоже будем Будем надеяться А вообще будем верить, что это сиели не нашего скворца А постороннего Конечно Какого-нибудь еще залет Их же много там этих Много ли А вот, что сказать по поводу 357 То есть количество птиц прибавляется А какие-нибудь виды исчезают у нас живущих в Латвии? В принципе Там из первых номеров там какие-нибудь В принципе нет И поэтому это количество Оно лишь увеличивается Но оно не уменьшается И я думаю, что и в этом году И в следующем еще откроют для Латвии Новый какой-то вид И это будет 360, 370 То есть ни один вид птиц На территории Латвии не пропал? Нет, нет Ни один не пропал, не вымер Точно, да Единственное, бывает так, что Скажем, птица гнездилась Но вдруг она сейчас уже не гнездится Но на пролете она еще встречается А лед? На пролете? На пролете Это весной и осенью Когда они летят с мест зимовки В места гнездования и наоборот Поскольку многие птицы Латвии используют Ну, как транзитную страну И летят, скажем, на север России В Финляндию, в Эстонию И только птицы Надо сказать Да, так что Здесь птиц очень-очень много Простите, Дмитрий Меня вот очень Я уже за эфиром спрашивала Очень волнует Я такой относительный друг птиц С некоторых пор Синичек конкретно Я там, значит, подкармливала Холодные зимы Меня беспокоит, как птицы В целом, если, конечно, что-то об этом орнитологам известно Перенесли Все-таки эту суровую, длинную Затянувшуюся зиму И вот этот весенний период Когда все было обледенело Когда прилетали на окно Кулаком грозили И кричали Давай еду Не нанесло ли это действительно Какого-нибудь вдруг Критического урона Птица младая? Узнаем лишь в конце лета Когда подсчитаем Вот всех птиц Которые у нас гнездятся Поскольку Ну, ясно, что синицы Стало поменьше Да Поскольку В декабре, в январе Они все-таки Сражаются с холодом У них есть там Запасы разные Но вот Самая большая смертность У птиц Это Как ни странно Начало марта Середина марта Почему? Вроде тепло уже Ну, вроде тепло, да Но все А чай Они уже захватывают Иссякли И одним хлебом С салом И семечками Уже, в принципе Ну, не наезд А я бы их поменьше Как раз стало Вот ближе к концу Да, вот синичек Стали воробьи Все больше прилетать А снегирей я видел Секулди Очень удивился Я думал, что они у нас Не водятся О, снегирей у нас Где-то 100 тысяч пар Не сдиц А в городе как-то Их не видать Синицы еще видел А вот сегулди Там все на кусте Сидят снегири Да Надо знать места Я скажу так Надо знать места Можно и много И в Риге И в окрестностях Увидеть Но вы так в целом Оптимистично, да? Вы не беспокоитесь Насчет климата Я как-то не переживаю Поскольку я вижу Что таких уж Ну, грандиозных изменений У птиц По крайней мере Ну, этого не наблюдается А вот это же благодаря Все-таки потеплению климата У нас появляются Новые виды птиц В частности Торис Ходоник Нет, нет, нет Нет, в принципе Это можно так Но спекуляции есть На эту тему И довольно их много Скажем так Ближайшее место Вот где этот наш Странный Ходулочник Гроздится Почему странно? Потому что у нее Ну, лапы Ну, сантиметров 20 Такие в длину Я эту птичку видел Вот в России На юге России Ну, спутать точно нельзя Таких длинных лап Такой маленькой птицы Больше ни у кого нет Как будто ближайшее место Белоруссия, да? Где он в нее ездит? Да-да-да, Белоруссия Так что Ну, а видели эту птицу Лубанского озера То есть это Латгалия получается Да То есть он немножко просчитался И километров, скажем, 100-200 И полетел вверх А поискловато западный Соловей Почему он западный? Ну, потому что он в западной Европе Их очень много Их много Вот именно в западной Европе В южной Европе И ближайшее место гнездования Это, кстати, центр Польши Так что С Польши до Латвии Ну, тоже рукой подать Я вот буквально Поднял все новости За последние, по-моему, года три Где упоминалось О появлении новых видов птиц в Латвии Ведь там птицы представляют следующее Бурокрылая ржанка Белоголовый гриф Видели? В лесу сидел Его крестьяне пытались подвонить мясом Вот Малого баклана Белошапочная овсянка Значит Что это? А вот Этот самый Северная барматушка Рыжепоясничная ласточка Пеночка-таловка Каменка-плешанка Малый баклан Отсюда вопрос Кто дает все эти феерические названия? Ну, эти названия Ну, я правильно вот эти птицы живу Я правильно сказал Да? Вот все Вот это вот присутствует, да? Все это присутствует Но очень часто Вот это были единственные наблюдения Для этих птиц Единственное Белоголовый Сип Сип, да? Да, сип Не гриф, а сип Ну, это, в принципе, то же самое Практически Его видели в каком-то Тоже где-то Его видели у Плявинес, по-моему И в принципе Это хищный кто-то, да? Да, который трупы ест Боже мой Он уже вроде совершенно не типичный Это какой-то стервятник Там В катильерах Да, ближайшее место Это, в принципе, Франция Да, так что Ну, совсем недалеко В прошлом году было, скажем Три пеликанах нам тоже залетело Да, да, да Я вот одного тоже наблюдал Ну А какая судьба у них потом была? А потом они возвращаются Некоторые потом наблюдались в Эстонии Поскольку Вот перемещение таких экзотических птиц Можно хорошо наблюдать Не надо их кольцевать А вот я нашел Сип в Варвской волосе Венспирского уезда Это было еще раньше Да, да, да Это было еще раньше Нам звонят Да, Дмитрия попросим надеть наушники Здравствуйте Добрый день Господин Борько Я всегда с большим удовольствием Слушаю передачи с вашим участником Видно, что вы по-настоящему Любите свою профессию А вопрос у меня такой Вот меня всегда удивляет Как такая маленькая птица Размером с листов дерева Например, синица, да Так громко поет, что ее далеко слышно Вот И какая птица Уже рано утром Часа в четыре поет Ить, пить, пить Вот А снегирей я видела в парке Мару Спасибо Спасибо большое Прекрасные вопросы Хороший звонок За счет чего они так громко орут Действительно, простите За эту формулировку Голос громкий Да, это как у человека У кого-то громче У кого-то не такой громкий Но, в принципе, это, конечно же, приспособление Не может птичка сидеть Самец бедней И чтобы его было слышно На два-три метра Ему все-таки, когда он занимает территорию Надо Потому что песня Это не только Но он говорит Другим самцам Здесь все занято И не только он хочет себе самочку найти Да Так что вот две функции Это сказать, что территория занята И я ищу подругу Как бы Две такие функции У песни Птиц И надо сказать, что в некоторых местах Ну, в Латвии это не так характерно Скажем В той же Западной Европе Некоторые птицы Что они делают? Они Слышат Чувствуют Что днем Очень много машин И их просто не слышно И они начинают Скажем Дневные птицы петь ночью Поскольку ночью движения уже меньше То есть они логично Дожидаются тишины Да И тогда уже Даже меняют свое поведение Получается Да Даже вот бывает так Что да Те птицы, которые живут в городах Они меняют свое поведение Но поют всегда самцы Да Самцы Да Самцы Так что да Хотя вот Ну, потом Я думаю Попозже поговорим О том, что и самцы Могут заботиться о птенцах Если такие птицы Да, между прочим, Михаил Яйца снесла И до свидания И заботиться о птенцах самец Да вы что? Да, есть и такие варианты Не удалось вам Не очень много, но все-таки есть У нас опять много Да, да, да Сейчас примем Не удалось опознать птичку Которую изобразила Так пилигранная Надо сказать, что сейчас Как раз максимум того И птицы поют И утром И вечером Ну, днем поменьше Но утром Ну, днем тоже Но раньше всех Вот это что-то Пить, пить, пить Это кто это может? Ну, это вот Надо, так сказать Слышать Тогда Давайте Тогда давайте, пожалуйста Следующий звонок Здравствуйте Здравствуйте Скажите А почему Меньше Воробьев стало? Не озанечил Воробьев, да Вам кажется меньше? Спасибо большое Не выбивает ли Большие птицы Маленьких? Не вытесняет ли? Не без этого Конечно И чайки Вороны Сороки Они разоряют гнезда Других птиц Маленьких птиц Затем Вот все-таки Суровая зима Мы уже говорили Тоже дело Своё дело Ну и В принципе В парках Мы видим Что травку Ну, косят Очень низенько Значит Насекомых меньше И те же воробьи Летом питаются насекомыми То есть Опять Вот Ну Есть нечего Умерли И плюс хищников Много Так что Вот три причины А большие лучше выживают Получается птицы Ну Они агрессивнее Большие Больше надо Все зависит от того Насколько птица пластична Ну вот К тому что она ест Скажем Ворона ест все Да И насекомых И если надо Она может и ягоды есть Ну те же лебеди Скажем Ну Хлеб Если мы зимой подкормим Либо водоросли Да Если Никто не кормит Водоросли кончились То Тоже не пережить зиму Поэтому это все зависит от того Где и как птица обитает Следующий звонок Видите Как обеспокоены Наши слушатели Судьбами птиц Здравствуйте Алло Добрый день Добрый У меня Два вопроса Если можно Первый Я там живу Просто рядом с лесом И в этом году появилась Какая-то Ну Новый звук Новая птица Так Она очень похожа на дятла Но не дятел Она вот как Как такая дробь Я вначале все время думал Что это дятел Но дятел другое Потом его снова услышал И вспомнил Что он совсем по-другому Она как будто чаще Такое как Это может быть даже Не постукивание А может просто он вот Ну этот звук производит Может быть ваш Может он Знает А у дятла Звук действительно То что он Голова бьется А дерево Может он не в дерево Он крыльями Такой звук Слушайте Какой вопрос Интересный Спасибо большое Ой Ну в общем Успел задать вопрос Слушатель Может ли это быть Ну надо сказать Что дятлов у нас Несколько видов И кто-то бьет Скажем Ну очень коротко Это все-таки А в дерево Он звук Да Один вид Вот Другие бьют Ну так сказать Более длительное время И поэтому Тоже можно Определить Какой вид дятла То есть это может просто Не с такому человеку Вид дятла Да Это может быть Не большой пестрый дятел Самый обычный дятел Из всех в Латвии А может быть другой Ну или Если эта птица Скажем Не сидела на дерево А где-то летела То может быть Бекас У него есть два таких Пёрышка у хвоста И он когда летит Затем начинает как бы Снижаться И эти перья Выберирует В-в-в-в-в- Ну такой звук Интересный Так что Ну да А кстати Наша родительница Спрашивает Про попугаев Попугаев в цвете Меняется весной Или это только Мой оригинал Спрашивает Известно ли вам Меняются ли попугаи Ну надо сказать Что линька Конечно у птиц Происходит Весь круглый год То есть Что-то выпадает Что-то вырастает Это я думаю Обычное дело Да Но если вы уж сомневаетесь То надо к ветеринару Продиться Да Я уже не корнитолог Нам и звонят И пишут И масса вопросов К нашему гостю Услушателю Читателю К ним обратимся Сразу после Выпуска Новостей Мультимедийный Гостю Орнитологу Из музея Пророда Дмитрию Бойко Спросите Все что вас волнует Из жизни Знакомых вам Птиц Каких-то Незнакомых Незнакомых Особенно Конечно А вот у нас На крыше На радио Чайка сносит Яйца несет Украина Наш фотограф Ее сфотографировала Что значит Одна чайка Где-то сидит Типа в гнезде На крыше А вторая Самец Сидит на столбике Удивительный случай Случайно Но говорят Что когда у них Уже птенцы Улыбляются Там опасно ходить Они могут нападать На людей Не побьют ли нас Ну орнитологов Еще не побили Но надо сказать Что да В Риге конечно Это очень большая проблема И кстати Не только в Риге И в Лепе И в Юрмале И ну Во всех городах Которые находятся На побережье Да Либо Рижского залива Либо Балтийского моря И кстати Даже сейчас Уже и в Огре Первый случай В Елгаре Что вот эти Оттуда долет Серебристые чайки Вот эти серебристые чайки Это не бакланы Не альбатросы Это серебристые чайки Красивые Они гнездятся На крышах домов Почему на крышах домов Да безопасность То есть Если ты гнездишься Где-то на озере Скажем Вот Канерис озера Бабицкое озеро Да Но там все-таки Может какой-то зверек Подплыть Яйца А здесь кошки Что на крыше Кошки убегают От этих Чаек Они как набросятся И кошки убегают Человек Тоже бежит Но и надо сказать Что иногда могут Они стукнуть по голове Но все-таки Больше пикируют Кричат И конечно Когда на тебя несется Ну такая птица В принципе полкилограмма Это весит Да Ну страшновато Страшновато Но и оба крыла Где-то Ну полметра Метра Так что Но не агрессивно Защищать территорию Да А какой Этот радиус Примерно От гнезда Все зависит от того Где гнездо Либо где птенцы Потому что Когда гнездо Это еще самое Спокойное время Она просто сидит Насиживает самка Самец конечно Защищает территорию Но когда появляются Птенцы Это вот скажем Вот сейчас Первые появляются На следующей неделе Да Максимум будет И тогда Они что делают Пока они совсем маленькие Они бегают по крыше Когда они уже стали Такие с голубью Уже большие Но крылья-то у них Еще Ну не выросли Да И очень часто Они с крыши Вот падают вниз Во двор Либо внутренние дворы Либо Ну все равно куда И тогда вот Начинается Самое интересное Тогда вот эти вот Чайки взрослые Защищают своих птенцов И очень часто Человек идет Этот птенец Где-то забился в углу Потому что он не понимает Куда ему убегать И это чайка Вот на этого человека А он ничего не подозревает А какова Как правило Дальнейшая судьба птенцов Ну часть конечно погибает Я сейчас сказал Природа есть природа Но они могут обратно Эти слетки Вообще как-то возвращаться Ну если родители Их выкормят все-таки И птенцы начнут летать А может окрепнуть там Да Тогда они вырастают И начинают летать И в принципе Вот этот вот момент От того Когда они вот Из яйца вылупились До момента Когда они начинают летать Это один месяц Так что месяц Надо потерпеть Разрывается телефон У нас Здравствуйте Алло Добрый день Добрый день Добрый день У меня вопрос К вашему гостю Знаете У нас вокруг дома Очень много появилось ворон И вот часов в 4-5 утра Они начинают каркать Хоть стой Хоть падай Убивать не хочется Аэллоуфбёрдс Но Но начинают доставать Может какие-то средства Можно подсказать Может быть Вы могли бы научить Какому-то сигналу Которым наш слушатель Мог бы крикнуть Заткнись по вороне Из окна Или улетай Улетай Ну в принципе Вот в данный момент Вот сейчас В мае Всё бесполезно Почему? Потому что Вот сейчас У ворон Ну уже птенцы Воронята сидят В тех же гнёздах И ясно Я уже говорил О скворцах Что родители кормят С раннего утра До позднего вечера Ну и конечно же Если ворона Увидят ту же чайку нашу Они в принципе Конкуренты Вот вороны И эта серебристая чайка Если увидят кота Собаку Вот начинается Тогда вот этот Крик Крик Голос Да Ну поэтому Ну надо подождать Сколько? А ворон меньше не станет Так же как и чайк Поскольку Ну Сами знаем Что им есть Где кормиться Чем кормиться Так что Ну к сожалению Такая проблема А вот Эти большие белые птицы Похожих на чайка Как Сейчас тоже пыльются В дворах На мусорниках И прочее Они как правильно называются? Это бакланы? Мы их называем бакланы Это правильно? Может это неправильно? Нет Я думаю это вот те же Вот наверное серебристые чайки Здоровые такие Бакланы Это вот эти серенькие Да Относительно небольшие Она потом в несколько раз увеличится Увеличится И поменяет цвет с годами? Да Через год она станет такая Частично серая О Через год еще так Уже больше белого И еще через год совсем белого Такие метаморфоны Но они уже будучи взрослыми Рожая детей Продолжают как-то мутировать? Нет Вот когда 4 года Все Тогда она уже одного цвета становится Но до 4 лет Да Каждый год Там своя стадия Вот этого оберения И до этого момента Она получается детей приносит Не приносит Подожди Тогда получается Это не наше С 4 лет Вот у нас серая Серые вот эти наверху Над нами Серебристые наши Чайки Да Она может вырастить Здоровенного Вот этого псевдобаклана? Конечно Он вот через месяц Так они уже детей снесли Ну яйца они снесли Ну яйца простите пожалуйста Так что ну да Я думаю Это те же серебристые То есть Миша Она еще через 4 года Еще вырастет Да И почему Чайок становится больше Поскольку крыш Еще не занят их Очень много Кормиться Достаточно им слетать Вот в наши знаменитые Гетлы Где там и помидоры И чего там только нет И чаек Поверьте мне Там еще больше И если помидоры Это такое Явление Скажем Ну Трехмесячное Четырехмесячное Чайки там Круглый год Каждый день Но единственное Ночи их там нет Продолжает нам звонить Радио слушателей Здравствуйте Здравствуйте Добрый день Я бы хотела Такую вещь Вот рассказать И спросить У нас вот на Иманте Мы гуляем С собакой Вот мне лабрадор Да Года 2 тому назад Да Сначала Первый раз Дерево упало В апреле Это да Что-то тяжелое На голову Мы не поняли Вернее я не поняла Но больно было На второй год На нас значит Смотрю пикировать Стала ворона Над нами Штук 10 Откуда-то взялось Мы бежали Как сумасшедшая Собака И я Мы теперь Каждый год Не ходим туда Теперь с апреля И вот по маме Мы боимся туда На эту поляну Между домами Между прочим А в этом году Вот ходим Возле шадика Да И как только Мы появляемся Возле этого забора Появляется ворона Наглая Она сидит На заборе Она вас запомнила Да Ужас Вы знаете Я не знаю Вот есть память Нет Мы туда теперь Уже не ходим Где на мне По голове Пару раз Эта ворона Ударила А это теперь В другом месте Да В другом месте Она каркает Мы идем Вдоль забора И она бежит Прямо по забору Да И я говорю Ну что-то орешь Сейчас уйдем Да Да Вы знаете Я уже знаю Опыт Что могут Сильно ударить Она Да Но мы уже Так на расстоянии Отходим от собаки Я говорю Ну хорошо Лабрадор Спокойная собака Не гавкает Ничего Вы знаете Интересно А в других районах Латвии Ну города Риги Наблюдаются такие вещи Ужас удивительно Да Ужас У меня такая шишкарь Была на голове Ужас Ужас Так больно было Послушайте Может вы слишком Интеллигентная Все-таки собачка Ваш слишком Интеллигентные люди Может нахамить Нужно было в ответ Как-то Она действительно Почувствовала Что вы вот Не сопротивляетесь Вроде как-то И тут без хамья Без ханства По голове ударили Она прям Как пикировала Прямо Знаете С высоты И прям Раз крылом Первый раз Задела По голове И тут же Второй раз Сделала круг И опять Как пикировала Где ух Спасибо Удивительная история Вот Дмитрий Слушайте Что-нибудь Действительно Ну это такая Нормальная история Сколько я птицами Занимаюсь Каждый год Каждую весну Вас тоже птицы бьют Скажите правду Ну меня они не бьют Я знаю Когда птицы Собираются Это делать Поэтому вовремя Можно Что можно посоветовать Нашей слушательнице Вот у ней Новый Назревающий конфликт Отпугивающее Носить там На голове Нет Здесь вариант Тех же чаек Вот как я Рассказал С крыши падает вниз Так и с воронами А что делать Воронята падают вниз Когда учатся летать Сидят где-то в траве Либо под деревом Опять мы не видим Идем по своим делам И вдруг Вот такая вот ворона И ворона Кстати В отличие от чаек Действительно Ну так Хорошо могут дать И не только человеку И тому же лабрадору И были случаи Кстати Что даже вот Ну Котов находили мертвыми Убивала птица Да Убивала Такой удар Да Ну ворона убивала Да Котов даже Собаки Слышал такие рассказы Что даже покалечены были И все Потому что Ну Как я уже говорил Когда птица защищает Своё потомство Своих пенцов Ну вот там она Самая-самая агрессивная Так что Вот эта ворона Которая вдоль детского сада Ходила за вами Значит где-то там Либо гнездо Либо уже тоже птенцы То есть просто избегать По возможности территории Это Да Это май Начало июня Так что это опять Ну такое временное явление Вот это самое время В котором мы находимся Да Так что ищите место Золотые денёчки Да Ворон нету Ну и А в Риге Где-то около тысячи пар Если не больше Поэтому Место этих мало Во всех районах Риги Это проблема актуальная И не только Риги И в других городах Какие влиятельные Существа эти птицы Слушайте Телефон разрывается Алло Здравствуйте Здравствуйте А у меня там тоже Такой случай У меня раньше был Кавказец И мы ходили в парк На эспланаду Но он уже был Такой старенький А у Кавказца Знаете Хвосты такие пушистые Вот мы сходим Сходим-ходим Погуляем И он сам к скамейке Я садилась Отложилась возле меня И всё И вот мы лежим И вдруг я вижу Ворона Значит Раз-раз К нам скок-скок И из хвоста Хоп Шерстинку Хоп Шерстинку Ред терпел-терпел Потом поднял башку Одним глазом посмотрел Та отскочила Посмотрела Всё поняла И улетела Спасибо уж ничего Вороны наглеют Беспредел А не умные ведь А вороны Вороны, да После ворона Вороны на втором месте По умности в Латвии А ворон есть у нас Ворон, да Вороны есть и самцы И самки Вороны так же И самцы и самки Нету Так что ворон Это самец А вороны Это самки В городе мы наблюдаем ворон А воронов нету Воронов тоже В принципе довольно много Они ко мне еще нет Они крупнее И полностью черные Но крупнее Раза в два Такие очень большие То есть их Ну если видите То спутать уже Нельзя Ну и вот Вороны очень часто играются С теми же котами Бывают случаи Что ну коты Хотят поймать ворону Она хоп На одну веточку Он на дерево Она на вторую веточку И так он до макушки Добирается этот кот И все Слезть то уже не может А вороны Сидят на ветках И радостные Тогда смотрят Либо Вот отбирают Корм собачий Тоже Одна вот Подергивает за хвост Собаку Пока она там Внимание обращает На одну ворону Одна покушает Потом они меняются Местами Пока одна дразнит Эту собаку Вторая покушает Это же о каком-то уме Свидетельствует Да Да Конечно Так что ворон Есть свои игры И ну действительно Когда Проблема у какой-то Одной вороны Скажем Она заметила Куницу Либо сову Днем заметила Она подает сигнал Голосом И слетаются все вороны С ближайшей округи Так что А на выручку приходят птицы Да Да Поэтому Ну вороны Есть вороны Еще слава богу Мишенька У нас нет этих Австралийских попугаев Кеа Я даже посмотрела передачу Там они тоже Они очень там Эти социально активные Птицы все Вроде милые попугаи Красивые такие Толстенькие Классные Няшечки А у них еще клюв Там этими Какими-то лезвиями Оснащен Когти И он умный Как ворон Он механизмы разбирают Провода Разгрызают Любые там Короче Развязывают узлы Вообще Ужасный ущерб От них сельскому хозяйству А кстати А попугаи сбежавшие Они ведь не выживают у нас Ну летом Летом могут еще Немножко Как-то могут А осенью все Они погибают Так что Но большую часть Спасают сердобольные люди Бывает Что они в окна залетают Ну бывает Да Очень часто Они к кому-то залетают Тогда человек ищет Хозяев Ну если находит Отдает Не находит То новый питомец Появляется Часто же попугайчики Где-то кем-то находятся Помните Мишу Мы передачу вели Женщина попугая нашла Да Звонила нам Тоже да Серый Жако Был Да Так что бывает Иногда нам тоже Анетологам Поступают такие звонки Поймайте попугая Я вам дам Скажем 500 латов Потому что попугай Это стоит там 2000 Большой Большой Но единственная проблема Что Ну нельзя так попугая Сказать Кеша Иди ко мне И он к вам прилетит Там же надо И специальные сети Если это какой-то большой парк Ну это нереально Ну а правда Ну а правда ли что домашний попугай Добрый день Добрый день Домашний кот Тревожный Он стал прятаться за деревом Она не получилась Она вошла с другой стороны Тихонечко так его взяла за хвост Он Деван Рекс У него хвост такой длинный Он подпрыгнул конечно Она опять отскочила немножко И долго за нами ходила Пока мы гуляли Но уже ваш гость рассказывал Про игры с котами А я хочу сказать Что я как-то наблюдала Стоя на Бэфовском мосту Новом Вот Около Дома Вэф Дома культуры Есть очень высокое дерево Февраль был Жуткая совершенно Вьюга какая-то Разыгралась Такая Буря И очень долго стояла Я в пробке Наблюдала как пять ворон На этом дереве Я не знаю Может быть Вот орнитолог лучше расскажет Что это за игра такая была Они летали вокруг верхушки Болые Там где-то пять-шесть веточек Было таких тонких И хватались клювами За эти веточки Причем надо было повисеть Немножко Лапами Как только они брались лапами Они тут же падали Потому что перевешивали В общем Качели у них были? У них нет Не то что качели Они как бы занимают Место друг друга Вот одна если отлетала Вторая подлетала Клювом бралась Вот в их потоках воздуха Они прям просто кайфовались Впечатление такое Что здесь вот Завихрения такие ветра Вообще Не знаю Мне очень нравится Наблюдать за воронами Всегда Здорово Спасибо большое Замечательная история Все хотят быть орнитологами Видите как удивительными Или хотя бы наблюдателями За птицами Да Да Ну если понаблюдать за птицами Ну это действительно Приносит удовольствие И проблема Горожан в чем? Мы вечно куда-то бежим Мы бежим 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 Мы даже не можем Недавно на дерево Вот просто глаза поднять Что вот там происходит А там вот Игры ворон тех же Да Вот видите Хотя если в пробке Человек не стоял Не заметил бы Надо сказать Что у ворон Очень много разных игр Да И вот с котом Вот с собакой Это ну такие примеры были Так что вот нам Описали еще одну игру Бывает что вороны Скатываются с крыши То есть летается Несколько ворон И вот они скатываются На своих Ну лапах Когтях Вниз Затем летят наверх И так вот поочередно Так что На ютубе видео Есть популярное Там на какой-то крышке От банки ворона Катается Ее поднимает Залезает опять И приносит И как саночки Я взяла его В клюк туда залез И жик на саночках Да Поэтому Ну вороны Как я сказал Одни из самых умных птиц И очень много Я вижу Большое разнообразие птиц На Даугве Если ходить на новой Спланаде По Кингараксу Вдоль Даугве Там видишь и лебеди И утки И какие-то еще Совершенно непонятные Вроде утки Но они маленькие Черные И держатся подальше Они близко к берегу Не подходят Я никак не могу Их рассмотреть У них черный клюв Я видел Это кто такие Ой Там птиц очень много Действительно Ну одни какие-то Более подходят к людям Кормятся А вторые Другие виды Как-то держатся На середине реки Там в камышах И не подходят Ну надо сказать Для многих птиц Характерно Что одни особи Такие Ну наглые Назовем Как это есть Да Вот скажем Лебеди Те же Вот в Риге Да Они выходят Подходят Если вы куда-то Пойдете На какое-то озеро Пруды Ну от Риги Куда-то Не все лебеди Будут есть хлеб Очень много Я бы сказал Тогда вы их вот только В бинокль В телескоп Сможете рассмотреть Черная такая Ну птица Похожая на утку Есть такая Лысуха Ее в народе Называют нырок Потому что она ныряет Это на детенышей На спине Носит Нет Чемга Чемга Да Это чемга Это уже другая птица Да С кахалком Вот наверное у нас Он и есть Да Там есть и лысухи И те же чемги есть Бакланы очень На миграции Там вдоль дауговой Прямо люди думают Правда что это гуси летят Но это не важно Как еще этот загадочный баклан Как он выглядит Чтобы мы поняли Что это баклан Баклан Водоплавающая птица Черная Полностью черная Черная Черный баклан Да боже ж ты мой Да Чисто черного цвета Ну молодые особи Вот в июле В августе Если увидят В сентябре То у них белый живот Это вот можно отличить Старый баклан Или молодой баклан Клюв такой Ну довольно длинный И с небольшим таким А какого цвета клюв Ну темный Темный Да 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 Так что от кого мы приемли За баклан Наказали чайки Переростки Не может Как же там Наши радиослушники А как же Я вот сейчас подумала Тоже У него детеныш Они часто еще Во дворе у нас бегают Эти детеныши Или на крышах соседних Там У него детеныш Размером сразу С эту серебристую чайку Вот какой аргумент Я привела Светлая птица Наказали чайки Наказали чайки Потом они его летать учили Ну он прыгал Да Он погибнет У вас дома Не а если не брать То что же помрет Или не факт Тогда он не помрет Просто нам всегда кажется Что вот если он там бегает Лежит Значит он все Да Чайка просто не всегда Даже в городских условиях Если где В парке Или даже где-то Да Не всегда эта чайка Или ворона Будет над вами кружить Бить вас Потому что им же тоже Надо не только смотреть За этим птицом Но и найти Что покушать Чем покормить его Да Поэтому не надо брать Потому что люди берут Звонят и в музей природы И в зоопарк И так далее Таких служб Которые берут И заботятся О таких слезков Нету Ни зоопарк Ни другие службы Не возьмут Поэтому Ну не надо Ни себе Ни другим А сами вы ему Мух не нажуете Качественно Да Поэтому Если ему будет суждено Умереть Он умрет Если выживет Ну поверьте мне Те же вороны Живут 20-30 лет Те же чайки До 40 лет Поэтому Даже если Один из десяти Не 40 лет Будет надо там жить Увеличиваться Да 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 Кстати Это будущее Это вот можно прогнозировать Если все равно Будет теплее Или холоднее Чайки и вороны Будут у нас всегда И это здорово Какой удивительный мир птиц Особенно глазами Нашего замечательного гостя Дмитрия Бойко Ориентолога Из музея природы Да Спасибо вам огромное Приходите к нам Пожалуйста еще До свидания Мультимедийный информационный портал